Сегодня рассказываем вам сразу о двух стабилизаторах для камер от компании Ziyun. Мы уже делали обзор на стабилизаторы от этой компании, но они были для смартфонов. Теперь настало время для камер. У нас сегодня стабилизатор Crane и Crane M. Давайте посмотрим, в какой комплектации приходят стабилизаторы. Кстати, пишите в комментариях, какими стабилизаторами пользуетесь вы, пробовали ли вы, может быть, как раз Ziyun. Если да, то это был стабилизатор для смартфона или для телефона. А может быть, вы предпочитаете совсем другие марки? Напишите, мы с радостью почитаем. Нам действительно это очень интересно. Начнем с Crane, с большого стабилизатора. Очень, кстати, удобный кейс, достаточно прочный, жесткий. Здесь у нас находится инструкция, сам стабилизатор, ручка, USB кабель, зарядное устройство, две батарейки на 26500, упор для объектива, вот такой вот, и два винта Crane M, который мини. Во-первых, у него сам чемоданчик поменьше, но он все равно достаточно плотный. Но вот этот гораздо плотнее. Здесь у нас ремешок для переноски. Инструкция, батарейки 2х26500, USB кабель, ручка, сам стабилизатор и зарядное устройство. Как мы видим, в отличие от Crane, здесь нет упора для объектива. В чем основное отличие между этими стабилизаторами? В том, для каких камер они предназначены. Стабилизатор Crane предназначен для камер весом от 350 до 1,5 кг. Но есть маленькая хитрость. Если вы сделаете специальную прошивку, то Crane сможет выдерживать камеры весом до 1800 г. Но тут есть маленький нюанс. Если вы сделали специальную прошивку, поставили тяжелую камеру, а потом хотите использовать легкую, то вам нужно вернуться к предыдущей версии прошивки. А вот Crane M предназначен для беззеркальных камер весом от 125 до 650 г. На него можно ставить беззеркалки маленькие, компактные, а также GoPro, экшн-камеры и даже смартфон. Вес электронного стабилизатора Crane M 740 г. То есть он относительно такой легенький. Он оснащен тремя микроконтроллерами. И, кстати, Zhiyun использует свои микроконтроллеры. Двигатели стабилизатора оснащены энкодерами, магнитными датчиками с обратной связью с контроллером, благодаря чему достигается точность позиционирования камеры, плавность работы и экономия заряда батареи. Стабилизатор Crane весит побольше, 950 г. Его корпус выполнен из металла. Сам стабилизатор не из легких, но ему можно это простить, потому что он абсолютно не капризен в работе, как некоторые другие стабилизаторы. Crane оснащен трехосевым карданным стабилизатором, и как у Crane M, его оси вращаются на 360 градусов. Я вам уже показывала батареи, которые идут к нашим стабилизаторам, но еще отмечу, что время их заряда около трех часов, а время их работы до 12 часов, что, мне кажется, весьма неплохо. Панель управления у стабилизаторов Crane и Crane M абсолютно одинаковая, поэтому я рассмотрю ее на примере стабилизатора Crane. Здесь у нас находится джойстик, кнопка модулей переключения режимов, рычаг зуммирования для цифровых камер и кнопка включения-выключения камеры. На площадке находится подвижная пластина для балансировки камеры. У стабилизаторов есть несколько режимов работы. Первый — это режим отслеживания угла поворота. При таком режиме угол поворота и угол вращения зафиксирован. С помощью джойстика мы можем наклонять нашу камеру вверх и вниз. Из горизонтальных поворотов мы не сможем делать в этом режиме. На практике это выглядит следующим образом. Когда мы поворачиваем стабилизатор, он плавно доворачивает камеру вслед за движением наших рук. Следующий режим — это режим отслеживания углов наклона и поворота. Режим вращения у нас зафиксирован, а вот углом наклона и поворота мы можем управлять. Режим следования. Два клика по кнопке мод, и камера следует за нами. То есть куда бы мы ее не направили, она следует за нашей рукой. Если мы нажимаем на кнопку мод один раз, то стабилизатор приходит в режим блокировки. Тройное нажатие на кнопку мод, включая стабилизатор в селфи-режим. Чтобы вы точно знали, сколько еще можно баловаться с этой штучкой, индикатор заряда находится на панели управления. Он мигает от 1 до 4, где 4 — это максимальный заряд. У Ziyuna есть специальное приложение, с помощью которого можно управлять параметрами стабилизатора. Там можно установить параметры мертвой зоны, быстроту отклика подвеса на движение джойстика, скорость следования, а также жесткость самой стабилизации. С сайта Ziyuna вы можете загрузить драйверы для Windows и для Mac OS, а также прошивку и программу для настройки и прошивки. Ну и инструкцию на английском языке. Для самых требовательных и искушенных пользователей у Ziyuna есть пара штучек. Это рукоятки и вот такой вот пульт. Начну с рукояток. Рукоятки на самом деле супер вещь, потому что они позволяют не уставать рукам во время съемки со стабилизатором. Они подходят и для Crane M, и для Crane. К ним очень легко присоединяются стабилизаторы. Мы просто откручиваем этот винт, вставляем стабилизатор и закручиваем. Вот как это выглядит в работе. Руки действительно разгружаются. Уже не в одной руке я держу килограммы, а в двух руках. Мне полегче. Но здесь сразу встает вопрос, а как же управлять стабилизатором, если я не могу в одной руке держать и камеру, и стабилизатор. И вот тут на помощь приходит пульт, потому что пульт мы можем прикрепить прямо на эти ручки и просто большим пальцем управлять нашим стабилизатором. Для этого нам не нужно будет уже отпускать одну из рук. Могу теперь нашего оператора снимать. Только надо объектив где-то надо и быть. Ну, что-то теоретически. На этом у меня, пожалуй, все. Лично мне эти стабилизаторы очень сильно нравятся. Но выбирая между Crane и Crane M, лично я выбрала бы Crane M, потому что я просто не пользуюсь зеркальными камерами, я не пользуюсь тяжелыми камерами. Все, на что я снимаю, это достаточно легкая повеса, поэтому у меня нет необходимости покупать вот такого вот крепыша. А вот рукоедки я бы купила, потому что мне кажется, это очень классная вещь. В общем, я за Crane M. Для тех, кто хочет снимать на камеры потяжелее, тогда, конечно, Crane. Классно, удобно, есть приложение, с помощью которого все можно настроить. Я в восторге. Может быть, вы тоже можете рассказать нам об этом. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Эко Дрифт. Я Лиза Бандитка. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok